Более 50 детей всех возрастов, да еще и вместе с родителями играют на асфальтированной площадке, размеченной скотчем. И даже дождь их не пугает. Поводом собраться стал необычный турнир – состязание по изготовлению и запуску бумажных самолетиков. В этом году ТОС имени маршала Гелования выиграли в конкурсе «Самый дружный двор» миллион рублей на благоустройство вот этой игровой площадки. Но сама площадка не заберет детей с улиц и не займет их время, скажем так. То есть задача самая большая – это максимально привлечь детей к созиданию. Идею турнира охотно поддержали станции юных техников, кванториум и авиационно-спортивный клуб. Последние даже сделали специальные модельки – раскраски. Чтобы уравнять шансы участников, использовать в турнире разрешалось только их, никаких домашних заготовок. На каждом самолётике – имя и номер участника. Эта модель самая простая, та, которую меня научил в детстве старший брат. И, наверное, поэтому я всю жизнь пролетал на дельтапланах, потому что эта модель очень похожа на дельтаплан. Это мероприятие, оно покажет детям, привучит их к тому, что сделанное своими руками может летать очень далеко. Это очень его удушевляет. Потому что это мечта, которая живёт в сердце человека – подняться в небо или хотя бы посмотреть оттуда сверху на всё. Объявления в соцсетях и на подъездах домов. И вот уже на первые соревнования зарегистрировались 54 участника. Самому младшему – всего 4 года. Некоторые с техникой самолётостроения познакомились уже на турнире. А это мне мама рассказала. По новостям вроде бы увидела. Мы хотели вообще посмотреть, и я поучаствовал. Свой первый самолётик я сделал только сегодня. Перед началом турнира – мастер-класс. Для новичков – пошаговая инструкция создания элементарной модели. А для профи – лайфхаки. Как сделать самый быстрый и самый меткий самолёт. Всё, вот у нас. Старайтесь, чтобы носик был острый. Можно немножечко, чтобы уменьшить сопротивление вот здесь, вот так согнуть. В этот раз победителем стал уже бывший лётчик Мефодий. По изготовлению самолётиков он уже сам готов проводить мастер-классы. Его бумажная птица суммарно пролетела 31 метр. Я делал самолётики в детстве. Я придумал вот такой вот самолёт. Там нужно сгибать, как гармошка вот тут, посерединке. Посередине он тяжёлый и может разворачиваться. Подобные состязания организаторы планируют проводить каждый месяц. Чтобы усложнить программу, список номинаций расширят. Теперь их будет три – фигуры пилотажа, штурмовая атака и полёты на дальность. Раз, два, три! Ура! Ура! Евгения Бондаренко, Яна Бех, Михаил Волобуев. Новости Севастополя.